Всем привет! Меня зовут Наташа и здесь у нас парфюмерный канал. Сегодняшнее видео это продолжение предыдущего видео, в котором речь шла о образах для Дня Валентина, для Дня Влюбленных. И в этом видео я имела неосторожность попросить вас набросать мне разных образов дополнительных, помимо тех, которые я упоминала в самом видео, и вы это сделали. Мы сделали, откровенно говоря, очень-очень щедро, и сегодня у нас будет много флаконов, много образов. И обещаю, это последнее видео на тему Дня Валентина в этом году больше не будет. Но пацан сказал, пацан сделал, поэтому сегодня ваши образы. Начинаем! Первый образ мне прислала Танечка из Аризона. Спасибо большое, Таня. Я, кстати, сняла видео на образы, которые я предлагала сама, и ссылку на ее видео я обязательно размещу в инфобоксе. Посмотрите, очень интересная подборка у нее. Таня из Аризона предложила мне подобрать аромат немало, немного немало, как для куртизанки, гетеры и гейши в одном лице. Да, то есть и дам, и не дам в одном лице. Налью чаю, спою песню и все остальное. В общем, да, такая противоречивая дамочка должна быть на самом деле противоречивая, но одновременно и... Да, не будем продолжать, а то YouTube нас забанит. И я решила, я долго мучилась, у меня самой случился когнитивный диссонанс. И единственный аромат, который пришел мне на ум, это Диана Вриланд Perfectly Marvelous. Почему именно он? Потому что в нем есть какая-то очень откровенная сексуальность и в то же время изысканность. Вот такой я аромат предложила этому образу. Если у вас есть другие варианты, буду рада их прочитать в комментариях. Пожалуйста, помогите, потому что задача латанит меня не на шутку. Второй. Вернее, второй заказ. А тут, понимаете, мы, товарищи, экономные, не разбиваем каждый образ на отдельный коммент. И здесь у нас в одном комментарии раз, два, три, четыре, пять, шесть образов. Первый. Ведьма. Ну, ведьма, тут я долго не думала. Ведьма – это для меня абсолютно точно криминальная тубероза от Серж Лютанс. У нас ядреная, камфорная, ух, ядовитая тубероза. То есть это здесь у нас не колдун, не добрая ведьмочка, не такая колдунечка, не ворожея. А тут прям ведьма-ведьмища. Любимый мой аромат. Второе. Любовница. Любовница. Ну, любовница – это прям про удовольствие, это про некую дискретность, это про какую-то тайну, про обволакивающую атмосферу, затягивающую в сети у тех всевозможных, в том числе и любовных, полагаю. И я этому аромату предлагаю Валентина Оо Мэйнтенс, да, интересно, любовница женского рода, предлагаю мужской аромат. Тут на меня, возможно, возмутятся некоторые мужчины, которые любят этот аромат, но на меня он абсолютнейший унисекс, и в нем есть вот эта вот вкратчивость. Это ирисовый аромат с бабами тонко, очень вкусный, очень такой обволакивающий. Вот он как раз и способен затянуть в любые сети. Будем стараться ничего не уронить. Далее. С супергероиней. С супергероиней у меня случился, честно говоря, затык, потому что я не супергероиня, я там не стремлюсь нацепить на себя плащ, взмахнуть крылом и лететь в дальние дали, спасать мир. То есть я теоретически хочу, конечно, это делать, но у меня нет такой ядерной энергетики, чтобы это осуществлять. Ну, поэтому я долго очень подбирала ароматы своего парфюшкафа, поскольку это не является какой-то моей сутью, то и ароматов у меня таких, как минимум, очень мало. Единственное, до чего я смогла додуматься, это до Кабошар, парфюмерная вода, новое издание, это шипр, кожаный шипр. Вот такой вот ядерный, ядреный нанесете, и у вас, простите, из сопла тут же вырвется пламя. Понимаете, как хотите. Школьная стерва. Школьная стерва, это у нас, видимо, некая такая дамочка, вернее, девочка, которая популярная, и всем не дает жить, и, я не знаю, вредная, и все мальчики за ней бегают, а она на всех остальных смотрит свысока и поплевывает. Ну, не знаю, сложно мне, опять же, было с этим вариантом, потому что я была совершенно не только в школе. Я была гордой и очень вредной отличницей, которая не давала списывать принципиально. Ну, вернее, не давала списывать определенным личностям, на которых я имела зубы по очень уважительным причинам. И я выбрала мак, аромат мак, который называется Danger Lady. Он такой довольно нахальный, яркий и вполне может быть носим такой школьной стервозиной. Дива Кабаре. Для Дивы Кабаре я подобрала аромат от дома Лорензо Велоресси. Называется Тейн Денеш, кажется. И это очень тяжелая такая, прям, чуть ли не портирная пудропыль гелиотропная. Он такой сладкий, но он при этом очень пыльный, очень такой тяжелый, очень... Да, вот именно он у меня как-то ассоциируется с такой атмосферой Кабаре, если не вдаваться там какие-то действительные реалии Кабаре, а ассоциировать просто так. Принцесса. Самый принцессочный аромат, ну и не самый, но мне как-то вот он пришел. На ум это Рикель Вумен. Абсолютно нежный, абсолютно принцессочный, слегка цветочный, слегка мускусный, слегка пудровый. Очень-очень нежный, нежный аромат, прекрасный. Я безумно довольна, что он у меня есть. Принцесса. Следующий список образов был предложен мне Юлией Гришиной. И первый вариант это Женщина вам. Для Женщины вам я, недолго думая, предлагаю лирик от дома Амуаж. Такая, скорее для меня, больше помадная, нежели ладанная роза. Но очень томная, очень глубокая. И Женщине вам, мне кажется, очень подойдет. Второй. Это мамочка-курочка-наседка. Интересный образ. Я затрудняюсь себе представить этот образ. Мамочка-курочка-наседка. В моем окружении таких персонажей, честно говоря, и нет. Я затрудняюсь. Как-то в целом, если об этом думать, мамочка-курочка-наседка, это все как-то немножечко имеет негативную коннотацию. Хотя есть просто женщины, которые любят сидеть дома, заботятся о домашних и так далее. Будем рассматривать этот образ с этой точки зрения. И для этого образа я подобрала аромат от Vivienne Vendel. И называется он Indefini. Вот такой вот аромат. Очень интересный. Он ретро-звучащий. Очень неудобно. Ну, симпатично. Ретро-звучащий, цветочный, сомалистый, такой амбровый. Все в таких традициях старой школы. Но сделан очень симпатично. И, кстати, может быть куплен очень недорого. Что плюс. Он такой уютный, негромкий, ласкающий, оболакивающий. Я его люблю носить, когда у меня такое настроение. Вот-вот-вот. Мамочка-курочка-наседковая. Девы-домоседки, которые... А, девы-домоседка, но которая, если вырвется, то гори сарай и хата. Вот, видимо, это какая-то прям женщина, которая засиделась, и ей нужно пойти в пляс. И в пляс мы ее отправим с ароматом Classic Essence от Jean-Paul Goutier. Очень яркий, очень медовый, очень цветочный. Просто вот пляшущий в своем звучании аромат. Очень праздничный. Да, красивейший, на мой взгляд, такой медово-цветочный аромат. Потрясающий. И вот действительно надо носить, когда все уже гори хата, и все гори, и все синим пламенем я пошла гулять. Далее. Таня Ивашенко мне предложила следующие образы. Она решила разложить на косточки учителей. А я очень хорошо помню свою школу и помню отлично всех своих учителей. Так, так, так. Первая, злая в возрасте. Ну, злая в возрасте, это была моя первая заучь. Довольно вредная дамочка, ученица истории. Да-да-да. И ей я предлагаю аромат от Cicely Soir de Orient. Вообще для меня все шипры в целом не ассоциируются с какой-то очень большой добротой и нежностью. Они для меня всегда довольно злючие в своем каком-то настроении. И я люблю данный шипр. Он очень глубокий, очень такой многослойный и богато звучащий, как, впрочем, все шипры от Cicely. Я их называю Rolls-Royce от шипров. Но все равно предлагаю вот этой вот зрелой в возрасте злой дамочке. Добрая молодая. Добрая молодая. Тоже мне вспоминается моя учительница первых классов. Она была невероятно красивой женщиной. Такой юной, такой хрупкой. У нее была огромная такая пушистая копна волос, в которой она собирала какие-то сложные прически. Я ее просто обожала. По-моему, ее звали Наталья Андреевна или Наталья Ивановна. Но точно помню, что Наталья. Очень я ее любила. И тогда она мне казалась такой светлой, такой прям феей. И я ей отдам Джорджио Фрэнк Оливер. Оливер речь идет о молодой, следовательно, не очень зажиточной учительнице. Поэтому предлагаю довольно бюджетный аромат. Он юный, он такой свежий, он очень-очень приятный. И чем-то напоминает Vice Versa от Yves Saint Laurent, кстати говоря. Если вы ищете что-то похожее. Далее. Строгая, но любимая. Строгая, но любимая моя учительница математики. Хотя не назову ее прям очень строгой. Но она скорее была справедливой. Я ее обожала именно за это качество. И за то, что она всегда умела подобрать подход к любому ученику. Никогда ни на ком не ставила крест. Я ее часто очень ценила, когда мы изучали материалы вне школьной программы. Вот именно с ней, благодаря ей, я полюбила математику от всей души. До сих пор это мой любимый предмет. И легко мне дающийся, потому что заложена такая основательная база. В общем, люблю математику. И люблю свою обожаемую учительницу Людмилу Николаевну Усову. Много лет прошло. Я до сих пор с ней иногда связываюсь. Она уже пожилая женщина. Но по-прежнему юная в своем мировоззрении. Очень любознательная. Потрясающий человек. Потрясающий. Вот моя любимая учительница. Я отдам аромат булгари. Я не отдаю ей свой любимый аромат. Я отдаю ей именно тот аромат, который для меня звучит как-то ностальгически, мягко, приятно и призывающе, уютно. И там он вызывает у меня ощущение комфорта. Вот внутренне, полного внутреннего комфорта в ситуации, где мне легко, легко, приятно. Булгари Фам. Это пудровый аромат, фиалковый. Очень красивый. С ретро-налетом. Здесь есть гвоздичка, которая именно вот этот ретро-налет и дает. Мы же и говорим о много-много лет назад. Да и на тот момент моя учительница была уже довольно немолодой. И суперстильный. Суперстильный. Я подобрала аромат, о котором не говорила уже очень давно. Это Парадокс от Йоджи Ямамото. Из их такой бутиковой линейки. И вот это вот ядрё на феня. Мне кажется, это у нас почулистый аромат. Путь почулисто-кожаный. Но, во всяком случае, так он не звучит. Очень стильный. Вот стильный. Довольно прост в своём звучании, на первый взгляд. Но именно, наверное, эта простота и делает его для меня стильным. При этом он яркий, он самобытный, необычный и очень интересный. Переходим к следующему. К следующему посту, к следующему комментарию от Ксении Просто. Ксения Просто предложила мне, так-так-так, вот, ирландскую фею-покорительницу сердец. А нет, это мой образ был. Это она сказала, что я ирландская фея-покорительница сердец. Вот так вот. Но она предложила мне образ девушки, что коня на скаку и в горящую избу. Коня на скаку у нас будет устанавливать. Тут у меня, опять же, случилась сложность. Я как-то вот с конями, с цызбами не сталкивалась. К счастью, не было у меня такого опыта и желания приобретать этот опыт у меня тоже нет. Ну, вот я, наверное, выберу самый жёсткий из имеющихся у меня ароматов. Это Эли Сааб Кюр Абсолю. Я его ещё не продала, поэтому я могу его показать. Очень жёсткая, дегтярная, солёная кожа кирзовых сапогов. Под кирзовые сапоги посыпаны солью. Вот такой образ для меня. А соль, видимо, чтобы лошадь успокоить, кирзовые сапоги, чтобы можно было войти в горящую избу. В общем, всё совпало. Второй образ, ей у меня предложенный, это Баба Яга, которая всегда против. Баба Яга, которая всегда против, у меня просоциировалась почему-то с пачулями от дома Reminiscence. Причём это пачули эликсир. Это такие довольно шоколадные, но при этом очень пачулистые пачули. Не мои любимые на данный момент, хотя какое-то время они занимали это место любимых пачули. Сейчас у меня есть новые любимые пачули, о которых я вам обязательно расскажу. Это просто что-то. Это отвал башки. Но пока держим интригу. А Бабе Яге отдаём пачули эликсир. Пусть она пахнет так по-земельному. Земелька, там корешки, лапы этой самой её избушки, и она всегда против. Так, так, так. Что нам предложили дальше? Оля. Оля С. Ольга С. Предложила нам образ лошади зашоренной, почти загнанной, ведь обыкновенной. Такому типажу, как Оля считает, нужно срочно помочь. Вот так вот. И помогать этой зашоренной лошади, ну, видимо, крайне уставшей женщине, которая уже не знает, куда ей бежать и какой угол искать. Ей я предложу аромат от дома Эбоди, который называется Сенс Апстрейт. Я пропишу название, но не сразу. Извините. И здесь у нас для меня это такая лактонная, лактонная амбра, очень мягкая, очень утешающая, волакивающая, успокаивающая и уравновешивающая меридианы. Да. Переходим к следующему запросу. И это у нас запрос тоже от Оли С. Ольга С. И она предложила мне выбрать аромат для то ли девочки, то ли виденья. Образ девушки, которую не помнишь в целом, но что-то постоянно возвращает мысли к ней. Вот такой образ для меня, это, наверное, все-таки аромат Эно от Кошарель. Это действительно что-то неуловимое, что-то эфемерное, которому всегда возвращаются мои мысли уже на протяжении многих лет. Цветочно-косметический, слегка кофейный. Аромат очень приятный, на мой взгляд, совершенно уникальный, очень достойный. И он у меня, надеюсь, будет быть, надеюсь, будет быть, надеюсь, он будет быть у меня в коллекции еще много-много лет. Я рада была с вами встретиться сегодня в этот замечательный воскресный день, ну и в другие дни, надеюсь, вы будете смотреть это видео не только в воскресенье. Прекрасных вам выходных, обнимаю, целую и замечательных парфюмерных впечатлений. Все как следа. А, лайки, комментарии обязательно, прошу, прошу. И очень прошу подписаться на канал, потому что я знаю, что много людей смотрят меня, но не подписываются. Неужели я такая страшная? Пишите, пожалуйста. Мне приятно, а вам недорого. Всем пока!